Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я просто свел Узнал, нужен ли Глушаков армянского футбола Оказался нужен Команде Урарту Все, только зубы меня выкосит А кто смотрит программу Вечерний Тумилович? Я В полном восторге В полнейшем Ощущение такого хорошего праздника Свежести Свежести Яркости Которая очень нужна Поэтому Это про нельзя смеяться Так не говорил Почему? Говорили Нельзя смеяться Я просто Я просто, знаешь В восторге от того От того, что там вообще есть Восторге от того Кость, я просто жду Когда ты в рот возьмешь Не в воду Это же подмонтируют Блин, что ты делаешь, а? Тут даже не надо монтировать Я хочу, чтобы ты взял в рот А, блин, останови Можно этот Цитатый Нобелем внизу сделать? Виски Пиво Это же кочунство Слышишь, какое-то издевайство на Константину Да Потому что вода, то ладно Можно выплюнуть А я, кстати, больше не пью А? Да, ты что? Кстати, мне А что произошло? Подожди, может быть, на тебя повлиял выпуск Вечернего Тумиловича? И это тоже Да? Все-таки 11, 11, 11 Это красиво А, совсем? Да, окончательно Совсем? Да, три дня Костя, привет Ола, на билетон Ола, Ола Ты знаешь, что у Казанского день рождения И мы собираем деньги Кто сколько может Но обычно все по 3000 рублей Началось Давай 3000 рублей Сейчас Это что? Это сумасшедший подгон от меня И в Инлайн Специально для Казанского Целых 3000 рублей Не благодари Костя Не дури Дай деньги, пожалуйста На подарок Казанскому Брат, ну нет у меня налички Чего ты привязался? Ну хорошо, переводом сделай На телефон У тебя телефон в руках Ты приставучий, а Ладно Сейчас Все, лови Костя Это ты мне что прислал? Ссылка? Да, брат, это ссылка Ссылка для получения фрибета Для Казанского Целых 3000 рублей Костя Вот в Инлайн Костя, хватит Нужны деньги На подарок Казанскому Чего ты пристал ко мне? Ладно, могу вечером отдать? Точно дашь? 100% гарантирую Лас Пальмас выиграет И я тебе точно отдам Все ясно Так, то, что происходит у нас Мы обсудили И вот куда больше событий Происходит в жизни нашего гостя Вот там-то как раз все очень яркими красками играет И более того Нам интересно, что было совсем недавно И что будет совсем скоро Разумеется Человек, который, как на фабрике звезд Воспитал огромнейшее количество талантов В Академии футбольного клуба Краснодара А можешь сказать, что он просто Сабах? Да, конечно Я бы так Сабах! Какой приятный мужчина У нас сегодня в гостях Мурат Олегович Мусаев Ура! Мурат Олегович Выглядит прекрасно Здравствуйте Здравствуйте Рад вас видеть Спасибо за приглашение Вы ведь тяжело до нас добирались? Говорят Ну, сейчас с Краснодара В любое место тяжело добраться Кроме Ростова, наверное Да, в Ростов хорошо А в Ставрополь? В Ставрополь А в Минводы? В Пятигорю Пожалуйста А в Сочи? Почему? Ну, все, что связано было С передвижением на самолете Сейчас тяжело Вот Но вы приехали на машине Да Как дорога, сколько добирались? 13 часов Дорога, в принципе, хорошая Если бы не было аварий Там в одном месте Думаю, что ехали бы за 12 Это Большая разница Вы потратили 13 часов На дорогу в Москву Значит, мы понимали Огромное спасибо, что вы приехали Но мы понимаем, что у вас Есть время на то, чтобы Сесть в машину И эти 13 часов потратить Чем вы сейчас занимаетесь? Что у вас есть Такое количество В своем распоряжении? Ну, особо ничем Отдыхаю Я неделю назад вернулся Из Баку, в Краснодар Поэтому так Провожу время с друзьями С семьей Все хорошо Мурат Олегович Добрый вечер Большая честь С вами вновь поговорить На момент записи Нашей программы С вами Еще никто Ничего не знал И вы не знали И мы не знали Что вы Очень скоро Вернетесь К тренерской деятельности Я вам честно признаю Что я безумно этому рад Потому что Мне казалось Вы не договорили В прошлый раз Когда были главным тренером А вот теперь Все начинается Вы в нашем выпуске Рассказали Что у вас Огромное количество Свободного времени Можете потратить На дорогу Из Краснодара До Москвы Вы сейчас Как с этим самым временем? Сейчас времени Абсолютно нет И весь погружен в работу Можно сказать Что 2-4 часа Это больше вызов для вас Или это больше кураж То, что сейчас произошло? Все вместе Но тренер должен тренировать И отдыхать тоже Наверное Нет? Нужна же пауза Тренер обычный человек Он тоже должен иногда отдыхать Но в основном Конечно нельзя Находиться долго без работы Поэтому надеюсь Скоро буду тренировать А сколько, Мартарь Вот вы себя поставили Не знаю Отдохнуть Полгода Год Клоп сказал Я год не тренирую Ну Клоп работает Сколько уже? 9 лет в Ливерпуле Нет, но все равно Он сказал Год я не работаю вообще Вот вы Нет Я завтра Буду предложение Я готов собрать вещи Прям завтра готов Вы уже тренировать Тогда следующий вопрос Тогда есть мочетовая команда Да, Костя Нет, там говорят Очень серьезные тренировки Там на живое место Не надо идти Да, это очень сложно Во-первых Молодец Денис Олег Нет А ты же тренер Сразу же После ухода Мы еще вернемся Конечно К вашей отставке Или вот Совместному решению Которое вы приняли В Азербайджане По окончании контракта Или прерыванию контракта Но сразу же Появилась информация Что вас Хотела пригласить Динамо Хачкала Да, это правда Я пришел Объявил команде Попрощался в клубе И еще домой Не успел доехать Уже мне позвонили Динамо Хачкалы Позвонили Григорий Муслимович Говорят Приезжай в Турцию Я говорю Извините Я сейчас не готов У нас очень хорошие отношения И так Мы целый день Общались с Динамо Хачкала Я говорю Я не готов По разным причинам Во-первых Я улетаю отдыхать Во-вторых Мне нужно немного отдохнуть Хотя бы В-третьих Курбан Бекевич 5-3-2 Оборонительный футбол Наверное Я чуть-чуть Другой футбол Играю Поэтому Много было факторов Это как бы Было нереально И Гаджима Симович Меня понял Мы просто поговорили Он говорит Надеюсь мы в премьер-лиге С тобой поработаем То есть вас не устроило Конкретное предложение Ну я думаю Это было прям Предложение Наверное да Конкретное предложение Оно было и не вовремя И наверное Все не совпадало Смотрите Прошло столько времени Вы первый заход Отказали У Махачкалы Долгое время Тренер не появлялся Да И Я не знаю Там официально возглавил Курбан Бекевич Да Сборную Азербайджана Пока нет Официально не возглавил Да То есть Второго захода После того как вы отдохнули У Динамо Махачкала Не было Нет Нет Они же назначили тренера У них все хорошо Давайте про отдых поговорим Что значит отдых Мусаева Вы смотрите футбол Вы теперь точно выключаете матч ТВ Чтобы не попадать на футбол Включаете только Око Или Око тоже подписку не продлеваете Чтобы не смотреть футбол Читаете Занимаете Вот что это такое Ну Око это Ла Лига Я наоборот приехал Сейчас у меня не было подписки на Око Я сделал подписку Смотрю Ла Лигу Вы приехали и здесь вам Роман ее выдал Роме приятно Нет Роман не выдал Но Она не такая дорогая Поэтому нет проблем Смотрю на Око Ла Лигу И на Матч ТВ Все остальные матчи То есть футбол вас Вот на отдыхе Не покидает Нет конечно С удовольствием смотрю Что-то записываю Что-то там подчеркиваю А какие матчи смотрите Вот было какой Была ли какая-нибудь команда Вот вы посмотрели Подумали Блин прикольно Буду за ней дальше следить Ну наверное Всем в этом сезоне Жерона нравится Посмотрел Их как раз был хороший матч Атлетик Бильбао Тоже интересная команда Первый раз я посмотрел ПСВ Они с Баруси играли Ну как бы Просто когда ты работаешь И ты смотришь Свою команду Соперников Там только топовые матчи Сейчас появилось больше времени Поэтому смотришь больше футбола А есть ли команды Которые вызывают у вас эмоции Или вы смотрите просто футбол Ну вот футбол Забили замечательно Не забили Не замечательно Или за кого-то вы болеете Ну я не болею ни за кого Наверное В каждом сезоне Это есть своя команда Сейчас наверное Ну восхищает Байер Подход Хаби Олонса Как он играет То что он построил Это очень круто А в России? В России? Ну в России Я больше всего смотрю Краснодар Потому что это Мой клуб Можно сказать родной А так Я думаю Что остальные команды Я смотрю меньше Ну думаю Что по 3-4-5 матчей Видел Всех остальных Но восхищает то Что построил Ивич Ну это дает хороший результат Конечно Хорошая работа Но это не ваша философия Это вообще не ваша философия Ну какая разница Мой стиль Не мой стиль Но тренер хорошо делает Не ну в этом клубе Всегда важен стиль Важна философия А не результат Ну как мы знаем Вы наверное больше остальных Знаете это Ну да окей Не ну просто я помню Когда вы приходили В Краснодар Когда вас назначили Главный тренер Вы сказали что Замечательно У Краснодара есть свой стиль Но мы хотим быть Более разносторонними Не только через центр Атаковать И будем больше Использовать фланги Вот сейчас Вы Видя состав Краснодара Вы же понимаете Что эта команда Может играть в другой футбол И должна играть в другой футбол Ну смотрите Я думаю что Очень хорошие результаты И в чемпионате И в кубке И команда уверенно идет На первом месте Уже довольно давно И возможно Наверное Сергей Николаевич Хотел бы играть В другой футбол Более яркий Но я уверен Что болельщики Весь город счастлив И в ожидании Первого титула клуба Поэтому Наверное Игра стоит свеч И футбол Чуть-чуть изменился Но он приносит Хороший результат Ну как интересно Вот у нас со стороны Есть ощущение Что допустим Если бы вы продолжали Оставаться тренером Краснодара Клуб бы не стал Так играть никогда Но спустя время Пришел тренер Который стал играть так И это приносит результат Вот вы для себя Как тренер Сделали какой-то вывод Что может быть И такой метод В своей работе применять Конечно Я анализирую То что происходит Но допустим Мне ближе другой метод А то что делает Ивич Где он фрагментарно Играет в пять защитников Это хороший путь И это говорит О его тренерском мастерстве Но все тренеры разные Кто-то не меняется А кто-то может Каждый матч менять схемы Подстраиваться под соперника И оба пути Они хорошие Какой ты выберешь Мой путь Не меняться И иногда это хорошо А иногда наоборот Это может быть Меня немного ограничивает Это может быть И такую злую шутку С вами сыграло В Азербайджане Возможно Ну да В какой-то степени Вы хорошо подготовлены Ну я посмотрел Вы сейчас видите Факторы Давайте отталкиваться От Краснодара Не от того Что может быть с Зенитом Но в Краснодаре Факторы В его составе В игре Которые могут помешать Краснодару до конца Пройти эту дистанцию Наверное Наверное И тренерский штаб Краснодара Делает хорошую работу Мало травм Команда В принципе Находится в нормальном Состоянии Физическом И Наверное Это Самый Главный залог Стабильность Того что Этот сезон Будет хорошим Раз говорим про Краснодар Можно цитату Вашу собственно Это мой дом Если Галецкому буду нужен Давайте поживем А там увидим Это по поводу Возможного возвращения Какие-то были вообще Разговоры Контакты Может быть не с самим Галецким Может быть с кем-то Из клуба О том что может Вы вернетесь В структуру клуба Скажем так Ну у меня остались Хорошие отношения И я часто общаюсь С Владимиром Леонидовичем С Валерием Сергеевичем Бубновым У меня хорошее отношение Да и с Сергеем Николаевичем Тоже так периодически Можем обменяться Пару Пару Была фраза Что мы всегда ждем тебя Да в структуре клуба Может быть там Я не знаю Какая-то должность Или пока такого не было Ну когда я ушел Была конечно такая фраза Сейчас когда я работал В Азербайджане Ну наверное нет А следят за вами Сейчас из Краснодара Знают что происходит В Сабахе В вашей карьере Я думаю да Да Но был разговор После ухода из Азербайджана С Галецким Нет Нет ни разу Ни смс Ни звонок Нет С Вадимом Леонидовичем Разговаривал С Сергеем Николаевичем Нет Ну не по поводу Возвращения в Краснодар Нет Нет Просто насколько я помню Ну как можно сейчас говорить О возвращении Краснодара Если Краснодар Нет Я имею ввиду Ну например Я к чему подвожу Насколько помню Когда только-только Ваши пути с Краснодаром Основной командой разошлись Вам предложили остаться В структуре клуба И возглавить Краснодар 2 Да Который тогда был в ФНЛ Да так было Да Но вы не нашли Какие-то точки соприкосновения Вы вот именно Со своего уже статуса Что вы поработали С основной командой Хотели идти дальше в РПЛ Ждали предложения из РПЛ Или Вот не устроил Действительно Какой-то вот формат Краснодара Для меня Я готов был остаться В структуре клуба Готов был остаться Во второй команде Это в принципе Было для меня интересно Потому что Я всегда получал удовольствие Работать с молодыми футболистами Это там эмоции Это чистый футбол Они там хорошо работают Я готов был рассмотреть это И готов был остаться Но мы там По внутренним моментам По развитию Как должна комплектоваться Команда развиваться И так далее Такие были нюансы Которых мы не сошлись А Сергея Николаевича Уже было особо нет До футбола в тот момент Там были там Тяжелые моменты у него И я поэтому Принял решение Не оставаться После 05 Вы ушли из Краснодара Сейчас Сабах 1-7 Это довольно крупные результаты Которые много говорят Об эмоциях Понятно, что До этих результатов Длинная дорога Но все равно Кажется, что это Эмоциональные всплески И там вам Предлагали остаться А здесь В Сабахе Вы написали заявление По собственному желанию Сколько известно Ну смотрите Я себя 1-7 Не связана С тем, что я ушел В первые два сезона Моих Нам удалось построить Очень яркую команду Которая Она отличалась от всех В Азербайджане Мы играли там В высокий прессинг У нас были отличные переходы Мы играли в комбинационный футбол Это все подкреплялось Отличными результатами В плане набора очков Отличная статистика В плане контроля Прессинга Стандартов То есть мы делали Отличную работу От которой я получал удовольствие В первые два года Было где-то 3-4 звонка С премьер-лиги Какие-то звонки были условно Что тренер уходит Ты нам интересен Можем мы говорить Я говорю Нет, извините Я сейчас никак не могу уйти У меня здесь Ну в Азербайджане Обязательство Я счастлив здесь Я никуда не пойду Были такие звонки Что один руководитель клуба Звонил Говорит Каю, у тебя там неустойка есть Я говорю Да Он говорит Я завтра вылетаю Плачу и полетели Я говорю Нет, извините Я не готов Я не уйду Потому что я здесь счастлив И мне здесь нравится И вот эти два сезона Григорий Викторовичу отказали Это было очень круто Ну, это было очень круто И потом мы потеряли лидеров своих Взяли других футболистов Таких, можно сказать, более статусных Кто-то там играл в Галатасарай Кто-то играл там в Бундеслиге И потерялась та химия То есть люди Ну, то, что мы делали Это очень тяжело Нужно много работать Большой там пробег Высокие скорости И многие люди пришли не готовы Окей, мы потратили время на адаптацию Но потом завязать ту историю Которая была Мы не смогли уже И многие люди пошли Футболисты пошли Как бы легким путем И мне нужно было Чтобы как бы улучшить результат И отказаться от того Что я делал два года То есть играть там Средний-низкий блок И возможно Было бы еще неплохо Перейти там на пять защитников И как бы было два выхода Либо делать это Либо уходить Вот я выбрал второе Ну, не будем Ну, для меня просто Вот то, что вы говорили Сейчас за Краснодар Когда у тебя есть идея своя Вот для меня это важно Что у тебя есть своя идея И ты идешь с этой идеей Допустим, вот сейчас В Европе Ну, играет Карабах Который там надел Много шума Они сейчас там Прошли Брагу Условно Состав Карабаха Там 14 миллионов А состав там Браги 114 Но вот они играют Что с Абахом играют В футбол Что выходят с Байером Играют там С лучшей командой мира Играют низом Высоко прессингуют Насыщают там Финальную треть Количеством футболистов Комбинации там На фланге На полуфланге Они идут своей дорогой Уже много лет И это сейчас Стало конвертироваться В результат Мне такой путь Он, ну, как бы Более симпатичен И я, допустим Не захотел меняться И подстраиваться Под футболистов Которым было бы комфортно Играть в менее Такой интенсивный Агрессивный футбол Поэтому я сделал этот шаг И... Но подождите Вот смотрите Мы не будем Держать это в тайне Мы с Денисом Олеговичем Встречались с вами В конце года Это было там Буквально 30-е числа Декабря И вы еще были тогда Тренером Сабаха И рассказывали прямо Ну так Эмоционально И интересно Про азербайджанский чемпионат Про азербайджанский футбол И про вашу команду Через месяц Читаем новость Что Мурат Мусаев Закончил выступление То есть это говорит о том Что вы не выглядели человеком Который через месяц Закончит эту карьеру Вот что произошло За этот месяц Да на самом деле Я уже в конце октября Меня это все не устраивало Тогда еще Я уже был готов уехать В конце октября А то есть Я разговаривался Да У меня очень хорошие отношения С руководством Прям очень теплые отношения Хорошие люди И они говорят Ну убедили меня Давай останься Были зимние сборы И как бы Чуть-чуть там Мы стабилизировали результаты Я надеялся на зимние сборы И Ну я понимаю Что ничего не меняется И там допустим Там 7-1 от Карабаха Это не было Отправной точкой Это было гораздо раньше И просто в определенный момент Ну все уже Я сказал все спасибо Я сделал все что мог Три месяца я пытался изменить Но Я знаю что если Ну то что мы предлагаем Это сложно Это тяжелая работа Не всем это нравится Но если это делать От А до Я Это принесет результат Как команды Так и личный Рост футболистов Потому что много футболистов Пошли там Условно сделали шаг вперед В своей карьере Попали в сборную Перешли там В сильные клубы Кого-то выкупили там Там последнего трансфера Был Карабах Сделал самый большой трансфер Внутренний в Азербайджане Выкупил нашего там Одного из наших лидеров Поэтому Но есть и другой путь Ты живешь в комфорте Там когда-то ты выиграл Когда-то ты проиграл Там когда-то сыграл в ничью Мне это не устраивает Я хочу управлять своей жизнью Своей карьерой И добиваться побед А не просто как бы Плыть по течению Потом из интервью Вы сказали Что у всех команд В чемпионате Азербайджана Тройные премиальные В игре против Сабаха Ну да В один момент так и было Откуда вы знаете? Ну а футболисты Между собой общаются И все говорят там Завтра на вас тройные А что случилось? Да Что случилось Почему тройные премиальные Именно против вас? Ну мы провели сезон Там в прошлом сезоне У нас там было 25 побед И мы очень ярко играли И всех Как было принципиально Нас обыграть А тройные премиальные Я понимаю что не залезет В карман футболисты Азербайджанской команды Да Но это О каких суммах идет речь? Ну это не такие большие суммы Как в России Я не знаю Ну мы не берем Зенит Хорошо давайте Ну возьмем Серединку таблицы Это 500 долларов Тысяча долларов За победу Да Примерно между А что такое 500 долларов Да 500 долларов за победу И тройные Это полторы тысячи Я не знаю Какие у разных команд Но я думаю Плюс-минус Плюс-минус 500 тысяч долларов Да В этом диапазоне Удивляет Нормальные деньги Недавно один игрок Российской премьер-лиги Рассказывал в интервью Что премиальные Примерно В среднем Ну 300-400 тысяч В РПЛ Ну 3-4 тысячи долларов 5 тысяч долларов Вот разные У ЧП России Выше уровнем Ну допустим В Собахе в Краснодаре Были большие премии За итоговое место То есть там За попадание в Еврокубки За медали За кубок То есть там хорошие премии Я думаю что в Европе тоже так Нет премиальных За каждый матч И то есть то что в Собахе Было там Премиальный за каждую победу Ну это как бонус Больше такой от руководства Что хотели поощрить Но все равно Основные премии были После сезона Ну так сейчас почти везде делают А чем интересен чемпионат Азербайджана Почему его надо смотреть Ну Карабах там Карабах я думаю Надо смотреть всем Потому что это Такое серьезное явление В европейском футболе Когда с минимальными возможностями Ты играешь с позицией силы Вот допустим Если не знаю Кто-то смотрел игры с Брагой Они просто переиграли Брагу Там во втором матче Было удаление Обидное удаление Там две желтые карточки И они на протяжении Трех таймов Трех с половиной таймов Переигрывали Брагу Которая очень хорошая команда Выиграла сейчас кубок Португальской лиги И просто хорошая команда Они их переигрывали И то есть Как удалось построить Такую команду Это очень интересно Есть Невчий клуб Который там с Большими традициями Еще советскими Есть ряд тоже Интересных команд Сабах Тоже это очень интересная команда Это частная команда Развивается Да Принял Мурат Олегович Можете вспомнить Тот день Когда вы узнали Что станете Главным тренером Краснодара Краснодар играл По-моему С Анджи 1-0 Они ввели Потом на 90-й минуте Счет стал 1-1 Игра по-моему Такая была Не очень яркая И я ехал домой Мне позвонил Марам Ардашевич Говорит Ты уже уехал Со стадиона Я говорю Да Он говорит С тобой президент Хотел поговорить Я говорю Мне вернуться Он говорит Нет Езжай домой Завтра встретимся Все Потом мне позвонил Сергей Николаевич Сказал Что я хочу Чтобы ты стал главным тренером Мы договорились Что завтра встретимся Я приехал Встретились И все Началась моя работа Это по времени Совпало с ожиданиями Вашей готовности К тому Чтобы возглавить Краснодар Да я не думаю Что я когда-то был бы Оптимально готов Но я понимаю Мне Сергей Николаевич Говорил Что ты будешь тренером Он говорит Ну я думаю Это будет через Еще через сезон Он говорит Михалыч заработает Будет работать Еще там Следующий сезон И возможно Вот тогда Ты придешь А так Ну блин Наверное Ты через работа В молодежке Или даже Во второй лиге В первой лиге Во второй команде Ну ты сто процентов Не будешь готов Поэтому Когда поступило Это предложение Конечно я сказал Я готов Вы приехали домой Открыли холодильник Достали бутылку шампанского Нет конечно Ну а что Как это Вот вы только что Поговорили по телефону Вы поняли Что кардинально Меняется ваша судьба Вам надо как-то уснуть Я не представляю Как можно уснуть После того как вас Галицкий назначает Не знаю У меня в тот момент Как-то оно все Произошло Так легко И мне не было Не знаю Того что я там Я не спал до утра То есть Я начал смотреть Игры сразу Краснодара Утром я позвонил А вот до этого Не смотрели? Нет Внимательные? Ну конечно Да Много ты смотришь Там не знаю За своими воспитанниками Еще зачем-то Позвонил Этому оператору Он прислал мне Все тренировки Последние За С января месяца И все Как бы стал изучать Команду Смотреть Вы явно не спали Я просто помню Сергей Николаевич Когда сам Изъявил желание В эфире Тогда 90 минут плюс По-моему Или 8-16 Программа называлась Что именно В этой программе Он объявит Но имя нового Главного тренера Краснодара Никто не мог Предположить Что это будете вы Ну как бы У меня была такая реакция Кто это Вот Ну По итогу Потом Сергей Николаевич Рассказал Что Вы Если не интересуетесь Краснодаром 2 Так сразу бы сказали Да А какие-то Какие-то изменения Происходят Смотрите Вы приходите на следующий день На работу Вам выдают Какой-то новый свисток Для главного тренера Костюм Какого-то главного тренера Что вот Какие-то видимые изменения Происходят с вами Да ничего не происходит Новую карточку Да Новую банковскую карточку Ничего не происходит Ну допустим На тот момент У меня было Как бы Меньше знаний Чем сейчас Но я вообще Ни о чем не парился Я допустим Пришел на первую тренировку Был выходной у них И меня представили И я провожу первую тренировку Там С скоростью силовой направленности И доктор говорит Олегович Ну это так жестко Мы привыкли Там втянуться Первый день Побегать Там теннисбол поиграть Я говорю Док Не переживайте Все нормально будет Он говорит Я боюсь Они в отказ пойдут Они так тренировались Идеально На следующий день А это уже апрель месяц Я ставлю две тренировки Утром я беру там Оборону отдельно Мы ходим Я говорю Что мы так Играем в обороне Перестраиваемся Присекуем Закрываем эти зоны Потом беру вторую группу Атаку Говорим Что мы атакуем так Посев игроков такой И вечером еще Групповая тренировка Ну то есть две тренировки Уже под конец сезона Все окей Молча Пришли Тренировались Отработали Потом вечером Пришли ко мне Смолов Мамаев Гранквист Они говорят Олегович Мы за вас Мы сделаем все Что можем То есть Показали такое Большое уважение И так все закрутилось Там как бы И Пирейра И там Жо Зиньо был тогда И просто Ну так легко Пошло все Мы поехали Тогда первый матч Выиграли у Зенита Помню Мончини был тренер Потом дома Выиграли у Тулы Такой яркий футбол Показали Ну как-то так Вот я ни о чем Не парился Что там Не знаю Может быть такой состав А может быть Такую тактику Вот у меня как-то Все решения приходили И они работали Это вот У Слуцкого был По-моему Григорян В гостях И как-то он Такую тему поднял Он сказал Говорит что раньше Я там что-то придумаю Делаю А сейчас у меня знаний больше Я уже сто раз обдумаю Взвешиваю Правильно или нет И вот у меня была Это такая непосредственность Первый там Наверное сезон мой Там может быть Какой-то сумасшедший прессинг Где сзади там Равное количество Или даже в какой-то момент Там два на три остается И то есть там Какие-то составы Сочетания И все это так Хорошо заходило И было хорошее время Вот вы сейчас говорите Что вам там нравится Смотреть за Хаби Алонса в Байере Да Вот тогда Когда вы возглавили Краснодар Вы от каких принципов Отталкивались У вас был опыт Разумеется Со второй командой Тогда был Ну как бы Стиль Краснодара Об этом все говорили И Стиль Краснодара Это то На что мы отталкивались В Академии В каждой команде В молодежной команде Наверное зародился он Когда еще был Кононов То есть Хотя говорят Что еще раньше Ташую Самый первый Я плохо помню это Но они играли Я с Калешиным разговаривал Он тогда был В этой команде Он говорит Что там было много Игранизм То есть был хороший футбол Но для меня Это Кононов Все что это я помню Эти все комбинации Это зародилось Особенно там Игроки были очень подходящие Под эту манеру игры Там И это было от Кононова И был стиль И конечно мы думали Как этот стиль Можно сделать лучше Все думали И допустим в тот момент Был Сари в Наполе Это вот было По мне Это идеальное Воплощение стиля Краснодара Короткий средний пас Одно-два касания Высокий прессинг Выход низом И я Сергею Николаевичу Показывал нарезки Я еще был тренером Я говорю Посмотрите как играет Наполе Это прям то что Краснодарское То есть тогда Краснодар Не играл с высоким прессингом Было очень много владений А так и через центр Но мне казалось Чтобы этот футбол Был более современный Это надо Высокий прессинг обязательно И чуть-чуть разнообразить Не только через центр Все знали что центр Можно закрыть И вот тогда футбол Сари он был Я даже показывал Футболистам тогда Эти все моменты Нарезки А это вас же Сергей Николаевич Не пустил на стажировку Сари Скал типа нефиг туда ездить Надо сначала Самому из себя Что-то начать представлять Ну да Было такое А как это было То есть вы сказали Типа я хочу поехать Посмотреть как Сари тренирует Он тогда работал по-моему В Челси Если я не ошибаюсь Я спросил у вас Нет кого-то В Челси Ну понятно кого Можете ли вы Сделать чтобы я туда поехал А он так что-то категорично Скал Нет ни в коем случае У тебя есть свои идеи Развивай их Когда вот Там через пару лет Поедешь Съездишь Сейчас нет Чего вам не хватало Что вы хотели поехать И получить Это у Сари Да ничего Просто посмотреть Не обязательно Что-то не хватает Ты можешь прийти Посмотреть и увидеть Что он работает С тобой очень похоже Это тоже для тебя Пища для размышления Ты можешь приехать И увидеть Что допустим В предыгровой день Они делают тренировку По-другому Это заставит тебя Задуматься И ну не знаю Посещение Допустим Последний раз я был У Симака И у Слуцкого Я посмотрел Как они работают Допустим Какие-то вещи я попробовал Понял Они мне не подходят Как они делают У них это там Допустим Хорошо работает Какие-то вещи я видел Вообще одинаковые Как мы делаем И это тоже Как бы Ты понимаешь А можете пример привести Конкретный Чтобы все понимали Вот допустим У Слуцкого работает Вы попробовали У вас не получилось То есть это вообще О чем речь Ну допустим Петь, плясать, танцевать Не, ну допустим Ты строишь микроцикл Я был как раз У него был полный микроцикл И допустим Ну как я строю Я строю допустим Первый день Там втягивающая тренировка И там Сила ног Ты идешь в тренажерный зал Второй день У тебя скоростность силовая Ты делаешь все в группах Там 3 в 3 4 в 3 4 в 4 То есть это сближенные ворота Рывок, тормоз Там может быть Какие-то полигоны Связанные с резинками С барьерами То есть ты вот такую работу делаешь А вот допустим У Леонида Викторовича У него микс Он может сделать Быструю атаку 4 в 3 А потом сыграть там 10 в 10 Потом опять перейти Там на 7 в 7 То есть у него Нет такой строгой привязки А на следующий день У меня допустим Вся работа 10 в 10 Мы моделируем там Высокий прессинг Средний прессинг Быстрые атаки То есть ну В зависимости от того Кто наш соперник А у Леонида Викторовича На следующий день были там И малые группы Микс был с большими группами И допустим Я что-то попробовал Но я понимаю Что слишком большая нагрузка Получалась Для Слишком много Скоростной работы Я понял Что ну Так не идет То как я делал руль Раньше это больше подходит А к Тимаку Вы когда ездили? Ну там тяжело было К нему попасть Они играли тогда Лигу чемпионов И тяжело было попасть В плане цикла Более-менее У них был цикл Перед крылья советами И я как понял Наверное Что я не стал задавать этот вопрос Но они этот матч Сделали в качестве подготовки То есть они перед крыльями Сделали такую Достаточно интенсивную Скоростно-силовую работу Они сделали Квадраты переходные Они сделали там игру По-моему Четыре-в-четыре Но это такая жесткая работа И они крылья 2-1 Так тяжело выиграли Возможно Это из-за того Что нет полного цикла Возможно Они этот цикл сделали Как туда дальше К Лиге чемпионов Подготовка Ну и работа у него Была очень интенсивная И сам Сергей Богданович Он очень открытый То есть мы долго Разговаривали Он мне познакомил Со всеми людьми Которые были в штабе А их много Да Вот этот жест показали Ну да Это было интересно И потом вечером Мы на хоккей ходили Анатолий Тимощук Пригласил меня Там был хороший матч По-моему Салават Юлаев Играл ССКА И был такой Очень теплый прием Смотрите Вы Рассказали про Зенит и Лигу чемпионов Как они готовились Ну и одно из самых ярких Событий Конечно в истории Краснодара Это тоже Лига чемпионов При вас Замечательный фильм Мы помним всю дорогу Краснодара В Лиге чемпионов Ваши эмоции Я честно говоря Даже не предполагал Что вы можете так В раздевалке Да Давай пока мы не ушли Вот в эту историю Просто самое первое Вот ваше впечатление Потому что Ну я думаю Что мы все скучаем По гимну Лиги чемпионов В твоем В отличие от тебя Перед твоим репортажем Когда ты говоришь 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 Потом прерваешься На эту мелодию Потому что это пробирает Когда вы оказались На бровке В первый раз И вы слышите эту мелодию У вас какие ощущения Или вы вообще По этому поводу Даже не рефлексировали Когда мы попали в группу Я заболел Не мог полететь в Рен Первый матч был Мы сыграли 1-1 И потом Был вторая игра Дома с Челси Вот тогда я прям Да ощутил Хоть был ковид Было мало зрителей Но это круто Ты смотришь Наконец-то Лига чемпионов На твоем стадионе Там рядом Лэмпорт стоит Вот эти все Играют топ-футболисты 0-4, да По-моему проиграли Да, 0-4 Но мы хорошо играли тогда Да И там было Счет был 0-1 У нас не хватало Футболистов У нас было По-моему две штанги Мы очень достойно играли И потом уже Когда он в конце Еще выпустил там Пулишича Там сделал такие замены А у нас прям вообще Не было людей Они нас добили в конце Но после того матча Вы говорите Что я там злой Но после того матча Я всем пожал руки Сказал молодцы Сделали все что могли Нет, я помню Что вы были злой После Севильи Да Да, вот Когда в большинстве проиграли И я к чему Что когда Краснодар попал в Еврокубки И приезжали там Сначала Риалса съедает Потом Дортмундская Борусия Краснодар Какие-то вещи Пытался перенять Я помню Что Борусия заказала Ужин сразу себе В раздевалку Еще когда По-моему на старой Кубани Да, играли С Борусией, да На Кубани Да, заказали Ужин сразу в раздевалку Причем такой плотный С углеводами Со всеми И Краснодар Даже в какой-то момент Начал что-то перенимать Вот когда вы В Лиге чемпионов С Краснодаром выступали Вы что-то успели Там подметить У остальных команд Чтобы перенять И привнести это в Краснодар Ну в плане питания Там уделялось Большое внимание Всегда И когда я работал Приезжал из Манчестера Нутрициолог Там проводил лекции Что кушать Что с чем сочетается Какие продукты Какие нет Также там повар Краснодарский повар Допустим Мы играем завтра с ЦСКА Он за день вылетает В отель Закупает продукты Обговаривает Что готовит Он сам с поварами То есть в плане питания Там было все на высшем уровне Мы когда выходили из Краснодара Все равно было ощущение У многих Что вы тренер этого клуба И мне казалось Что ваша главная задача Это Вот показать всем Что вы фигура самостоятельная Что вы не привязаны К галецкому клубу Как вы считаете Сейчас вы таким тренером стали уже Вас уже не ассоциируют Только с Краснодаром В России Мне трудно сказать Вы поймите Это наша проблема Большая То что допустим Свой тренер Я сам из Краснодара Становится тренером У меня были большие успехи В юношеском футболе И не только это реал Мы выигрывали И чемпионат И кубок И молодежное первенство Играли ярко Я дал много футболистов Молодежной сборной В основу Даже сейчас Те, кто ребята играют И Спирсиан И Черников И Сафонов Это все те ребята В которых я принял Большое участие В их воспитании Я не просто так стал тренером Потому что Не знаю Я родственник президента Я много лет работал И я считаю Что я заслужил это Право быть тренером Краснодара И у всех У многих Непонятная реакция Условно Я не хочу говорить плохо О своих коллегах Приезжает Абаскаль Кого он тренировал Базель Где-то в серии Б Ну да Вторую команду Да Допустим Спартак становится третьим Все окей Это супер тренер Лучший молодой тренер А когда свой тренер Становится третьим И показывает яркую игру Ну это наверное Николаевич тренирует То есть в этом плане Я говорю Что это проблема была Это для меня не было проблемой Понимаете Нельзя вывести команду В Лигу Чемпионов И что она оттуда Еще вышла куда-то Являясь Несамостоятельным человеком Я понимаю Но все равно Было ощущение Общественное мнение Считало что Мусаев Это Тирек Галиц Ну потому что Никто бы кроме Галицкого Не дал команду Тренеру молодежки Которому 34 года Никто бы в России Наверное бы это не сделал У вас были успехи Лига Чемпионов Вы ходите из Краснодара Но при этом У вас не было Насколько я знаю Прям очевидных вариантов В РПЛ Ну так сложилось Там клуб Как-то Или не это странно Нет Обозначил всем Что я остаюсь То есть я потом Когда общался С другими там командами Или там С представителями Говорят Мы все думали Что ты остаешься в Краснодаре И они когда убрали Тренера К2 Артема Куликова Они ему сказали Мурат придет на твое место И Артем это в интервью говорит Я звоню Артему Я еще не договорился Ни с кем То есть у меня должна была Быть встреча С Сергеем Николаевичем Он там в июне аж прилетел Там 1 или 2 июня И я был в таком В подвешенном положении Но все почему-то внутри Думали что Я остаюсь в Краснодаре Но я не остался Потом когда я уже бил Все команды уже Сформированы Сформированы Да Потом по ходу Когда начался сезон Там Было несколько отставок По-моему в Ростове Карпин сборную принял И в Туле Если я не ошибаюсь Но они там Как бы мне тоже Какие-то звонки были Ты готов Там не готов Но они выбор сделали Там какой-то другой выбор И я не вижу в этом Ничего странного А потом допустим Когда я стал работать в Сабахе Я уже Ну я пообещал Что я минимум буду год в Сабахе И пошли звонки Много звонков Ну то есть так это странно работает Но для меня странно Что вы тренер Который молодой В России Дефицит на тренеров Прям дефицит большой Вы тренер молодой Были в Лиге чемпионов Успехи Вы должны быть на расхват На расхват просто В РПЛ А у вас есть агент? Футбол красиво ставить? Нет агента То есть вы по заветам Сергея Николаевича Лучше без агента? Я не Вот смотрите Эта история Ваня Игнатьева спросите Нет допустим Вот эту историю Когда был там конфликт с агентами Допустим Шапи и Ваня Нашли агента Хотя клуб говорит Что мы против Ну то есть Они им никак не могли помочь Никак То есть никто не мог прийти В тот момент Поднять зарплату Шапи Если бы это не захотел сделать Сергей Николаевич Это было неправильно С их стороны А сейчас допустим Когда я ушел И Шапи нужно было уходить Его агент делает хорошую работу Он нашел ему команду В премьер-лиге Турции, Израиля Греции Шапи счастлив Он играет Он в прошлом сезоне Играл в Еврокубке С Вильериалом То есть его агент Сейчас делает хорошую работу Но тогда просто Он был ненужен им И эта ситуация накалилась И конечно Ну как бы Я выступал против Сейчас я Общаюсь со многими людьми Которые были в ваших передачах Когда встречались с агентами У меня хорошее с ними Общение И как бы Если что-то будет Какой-то агент Мне даст предложение Наверное Я с ним буду работать Ну вот ваш Следующий шаг Это РПЛ Или опять-таки Варианты в Казахстане Я не знаю В Азербайджане Мобиль Я не знаю Что появится там Я никогда не думал Что я попаду в Азербайджан Я понимаю Но сейчас вы говорите У меня нет приоритетов Но вот что Что будет Там рассмотрим Подумаем А то что касается Того что я поехал в Азербайджан Я вообще ни одного дня Не пожалел И Вы правы Я был всю жизнь дома В Академии Я дома был всегда Первый раз я уехал И я провел Два самых счастливых Ну не самых Но очень счастливых года В своей жизни в Баку Вы заговорили уже о том Что действительно Долгие годы работали С молодежками Различными Краснодара Добивались успехов С юношеской командой Краснодара Играли с ней в Лиге Чемпионов Здорово Мы для вас подготовили Специальную рубрику Она называется Где вы воспитанники Мы будем вам показывать фотографии Футболистов Которых вы тренировали Когда они были еще Детьми Да А вы должны сказать нам Где сейчас Этот человек За какую команду играет Там в каком чемпионате Давайте попробуем Как у него дела Кость, ты молчи Вообще Я половину воспитанника Краснодара не знаю Сейчас первый Сперца Да Давай, Кость Ты молчи Давай Так Магомед Шапиус Сулейманов Это легко Ну конечно Арис Греческий Какой? Греческий А вы с ним перезваниваетесь? Да Как часто? Год назад У нас отпуск совпал Мы были вместе в Дубай Он приезжал с семьей С женой, с дочкой Мы ужинали И так переписываемся постоянно Он жалеет? О чем? О том, что Та история была Да, та история Та история никак на него не повлияла Там был неприятный момент Но он потом разрулился Шапи забивал там и порта И все хорошо было Это никак на него не повлияло Артем Голубев С К Хабаровску Фатю Минили Ярославль Шинник 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 он? Да Нобель, не подсказывай Нет, с Артемом я тоже на связи И Артем был там капитаном у меня Еще все шутили Что у него отчество Мурадович А вот Татаев Алексей Татаев Какое отчество у него? Алексей Алексей Волань Я знаю Но он 98-го года Мы с ним много не работали Он же был в молодежной сборной России Я помню Ну он 8-го года То есть если у меня был 9-й и 2000-й Я его брал за молодежку Он играл за меня Иван Игнатьев Ух ты Ну вы знаете, что он в Железничаре Но в каком? В каком? Их много, да В Панчево Это Сербия, да? Да Не, подождем, он в Боснии Ну, Панчево, правильно Он в Сербии Он в Сербии Это сербская команда Это Босния Как вы считаете? Это Босния Может, Сербская республика? Давайте позвоним Ивану Игнатьеву Иван Игнатьев играет в Сербии Секунду Команда Железничар Панчева Это там, по-моему, час от Белграда Сейчас пока Костя гуглит Марат Алексеевич Когда у него все пошло не так? Когда ушел с Краснодара В Рубин Ушел с Краснодара Вот что случилось? Где вот был этот момент, этот день, этот матч, тренировка Когда один из самых таких Один из самых ярких игроков В итоге доезжает до Железничара И вот Его так хвалили, помнишь, Денис? Так хвалили Его по делу хвалили Да, я не против Он, во-первых, играл в Краснодаре хорошо, много забивал Почему его карьера довела до Железничара? Испанчева Ну, это лучше у него спросить Или вот Леонид Викторович у вас был здесь всегда После меня он с ним работал два года Давайте скажем так, версию, а вы скажете В Краснодаре у него было все хорошо Проблема с режимом, проблема с характером, проблема с окружением Ну, первая проблема – это окружение Я всегда говорил и ему, и его брату Это большая проблема Когда у тебя есть деньги, есть хорошие возможности Конечно, с тобой рядом люди, не те, которые должны находиться Я знаю, что Леонид Викторович и я мечтал, чтобы он там женился У него хорошие девочки были Но, к сожалению, там не срослось И в Краснодаре просто я сделал все, что мог Я был с ним и по-хорошему, и по-плохому То есть я с ним был очень строг Даже когда он был в молодежке, мой помощник Он чуть ли не каждый день ходил к нему домой Они уже жили на квартирах возле стадиона Он ходил, проверял, дома он или нет По видеосвязи, Иван, где ты, покажи То есть я за ним следил, ему это было некомфортно Допустим, когда он был в Краснодаре Краснодар – маленький город И говорят, что Иван был там в каком... Ну, видели поздно его Да, то есть тогда, когда он... А утром тренировка И то есть я там мог его отстранить Я не знаю, в каком он состоянии был Ну, то есть у нас было четко расписано, что можно, что нельзя И, допустим, когда это пришло в определенную точку Я понимаю, что мне уже трудно на это влиять И Сергей Николаевич говорит Вот есть рубин, предложение такое хорошее Я сказал, ну, я уже сделал все, что мог Давайте сделаем, да В Краснодаре у него все хорошо было Он забивал, играл там Я находил место и Му, и Ари, там Они играли в паре В этом плане А он самый часто штрафуемый вами игрок За все время в Краснодаре? Наверное, да Поймите, Иван хороший парень У него тяжелая, ну, жизнь То есть он такого города У него не стало мамы не так давно У него нет отца уже давно То есть у него есть один брат Он не родной брат У него двоюродный, троюродный Он за него переживает Я с ним до сих пор на связи Он мне до сих пор нужно позвонить Там, спросить, там, что-то совет Или рассказать, как дела Хороший парень Он за ним следит, он один у него И Иван, как бы, ну Он сам хороший парень Я с ним сейчас общаюсь Он как взрослый человек стал Проблема в том, что у него такой У тебя же тяжелое детство было, да? Ну, не знаю Возможно, из-за этого Я ему искренне желаю То есть у него эти все данные Были, там, стать игроком Не хуже Киржакова Сергей Бородин Борода в торпеда Не даете мне правильно ответить? Он же был, да, в Израиле? В Иерусалиме? Да, кубок даже выиграл Да, в Иерусалиме Так, Андрей Ивашин Динамо, Чайка, Нефтехимик Или КамАЗ? Ну, Динамо, это Махачкала Да, по-моему? Или какой? Я не вижу Непонятно Он был в Чайке Нефтехимик, может быть? Нет Или Чайка, или Динамо Чайка А бывает встреча выпускников? Ну, нет, еще ни разу не было Было бы не плохо Девятое 2000 Это красивая штука, да Сыграть в футбольчик там Не, на самом деле Когда вот сейчас с ними общаешься Понимаешь, как они выросли То есть они уже стали все там Взрослыми мужчинами И ты уже с ними общаешься Как на равных То есть они уже не те дети За которыми ты там сидел А вы можете объяснить? Вот в чем парадокс? Мы видим, что Уткин Основной защитник Основной полузащитник Ростова Фомин Основной полузащитник Динамо И сборной России Жигулев С такими были Авансами С потрясающими данными И тоже Предрекали большое будущее Тот же Камличенко Камличенко Воспитанников Краснодара Если сейчас взять Первый дивизион И Премьер-лигу Их очень много Очень много Но при этом Ну, откровенно говоря Вот сейчас Поток такой И приход От Академии Не самый большой Вот в чем вы видите Проблему Почему вот эти ребята В других командах Сейчас на ведущих ролях А Краснодару не пригодились Вот тот же Фомин, например Ну, разные истории Все, что вы перечислили Фомин На тот момент У нас был хороший сезон Мы стали третьими Попали Тогда на Порту В стыке Как бы Фомин хороший сезон Провел в Фенеле В Нижнем Новгороде И то есть Взять его обратно У нас там был Ну, условно Там Газинский На тот момент Мы там Велену купили Но мы понимали Что у него будет Мало игрового времени Как бы пошли ему Навстречу Что он Перешел В Уфу Там провел хороший Один или два года Перешел в Динамо На самом деле Это же нормально Сколько там воспитанников Барселоны Или Реала Потом они их возвращают Ну, просто в какой-то момент Ты понимаешь Ты не можешь ему дать То время Которое Вот сейчас он сыграл Хороший год Его посадить И выпускать там Не знаю Три-четыре-пять матчей Или опускать во вторую команду Наверное, неправильно Есть Уфа Где он может стать лидером Но у нас же тоже С ними хорошие отношения Или, допустим Камличенко в Чехии Провел очень хороший год А у нас был тогда Игнатьев Арий И Берг Да И как-то появилось Что можно выкупить обратно Колю Ну, куда его ставить То есть Ну, у нас тоже с ним Хорошие отношения с Колей Ну, как бы И было предложение Динамо, да, по-моему? Да Ну, окей, хорошо Коле желаем всего хорошего Ну, он пошел в Динамо Чем его просто мариновать Здесь у нас Так случилось Не, ну, просто Уткин уже был В Краснодаре основным И забивал классные мячи Да Почему в итоге Он не остался в Краснодаре И сейчас не играет Рядом со Спирцаном Вам лучше спросить У Уткина Я тоже считаю Что у него было все хорошо Он играл и в Лиге Чемпионов Кучу матчей с первых минут И забивал И был основным игроком Но у него была конкуренция По позиции с Кабелло То есть Кабелло десятка Уткин десятка И у Кабелло была травма Уткин играл больше И Кабелло вернулся Но Кабелло это топ игрок И он до сих пор играет В Лиле на высочайшем уровне Конечно, мы много разговаривали Будь терпелив Там у него еще год контракта Потом придет твое время Ну, он так что-то забил себе в голову Я хочу уходить Хочу уходить Хотя я думаю, что В всех командах, которые он играл Краснодар больше всего подходит По стилю И раскрывает его Да, он потянул там в Ахмате Игру на подборах Там игру в обороне Там в Ростове тоже очень много бегает Там показывает хороший фитнес Но игра Краснодара Раскрывала все его самые сильные качества И как он играл в Краснодаре По мне он не играет сейчас так Мацукатов А я знаю, Грешенек Родина Молчи, Костя, если знаешь Я его видел в Кубке в прошлом году Так, подсказка Ну, он был в Акроне в Кубке, да Но потом он, по-моему, перешел в Арсенал В Арсенал, по-моему, к Старужуку он сейчас перешел Да Боча Не в Махачкале точно он Ну, скажите, не в Спартаке точно он Барнаул, Брянск, Вологда Или Брянск, или Вологда Кость, вот здесь нужна твоя подсказка Сейчас я, подожди, я просто помню Алтай Я вспоминаю Брянск и Динамо Давайте в Вологду Вологда? Нет, давайте Брянск лучше Динамо Все правильно, все правильно Браво Это такой, Динамо идеальный, да Сказали бы Динамо Он приезжал ко мне в Азербайджан на сборы И я хотел его оставить Но там позиция лимитная была Он правый защитник И у нас правый защитник в Азербайджане А какой лимит в Азербайджане? Четыре азербайджанца на поле должны быть А там есть правило, что один из них должен быть молодой? А первый год был один молодой Это было Четыре азербайджанца? Да Было пять И один из них не моложе 21 года И все были правый, левый защитник Молодые азербайджанцы Но это прямо убивало конкуренцию Это неправильно было Это убрали правило Самаренкин Самаренкин Был такой президент Рубина Это его сын А сын, да? Да А, я знаю где Он не играет, по-моему Не, 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 играет Что такое? Нефис, я не знаю Нефис, это любительская команда в Казани Ну, наверное, Нефис Да, и он как раз, по-моему, президент Да, или тренер Он президент? Да Он занимал, да Он, по-моему, даже На Ваню Боделевского похож Да, я тоже Ребята говорили, что он Какую-то уже занимает должность Руководящего Я помню Отец один раз приехал его на тренировку И он десятый номер такой Он техничный футболист Он хороший парень был И пришел отец, говорит Ну как, сын здесь Ему разрешили пройти внутрь Обычно не разрешают Я говорю, хорошо Но он правда И по человеческим качествам И по футбольным Он нормальный был Там такая сумасшедшая конкуренция была Я говорю, очень высокая конкуренция Говорю, пока тяжело пробиться И он пришел на тренировку И там начали драться Шапи, Куражов Прям драка Отец стоит, смотрит Говорит, да У вас прям очень высокая конкуренция А вообще у вас часто с родителями Возникали какие-то вот вопросы Там приезжали какие-нибудь Вот почему мой не играет Ну были такие Это было больше почему-то в 2000-м годе рождения Были такие, которые искренне считали Что их сын незаслуженно не играет А в 2009-м годе вообще не было Они отдали детей всех нам Сказали, делайте с ними что хотите А были такие, которых отчисляли За неуспешную учебу Нет Они понимали, что Ну допустим В моем случае тот же там Игнатьев не особо хотел учиться Шапи тоже Но мы четко обговорили Не сделал уроки Вместо тренировки идешь, делаешь уроки Звонит мне учитель со школы Что ты там балуешься, хамишь Я прихожу в школу А я же там целый день в академии Ты не тренируешься И то есть все поняли, что не пройдет никак Все делали уроки И все сдали хорошо эти ЕГЭ Все у них там было нормально То есть мы договорились, что вот Школа это очень важно И проблем не было Рустан Холназаров Арсенал Да, вот У Старужука я смотрю, там половина, да? Ну он еще и молодых вроде Логично, нет? Не, ну абсолютно Говорят, они очень хорошо сейчас играют Кутовой СКА Хабаровск СКА Хабаровск Да, мне звонил за него Роман Широнов Интересовался А потом они подписали А бывает, вы можете не называть фамилию Футболист, которому вы дали плохую характеристь То есть вам позвонили, сказали брать Вы сказали, этого никогда Ну я должен сказать правду Я не могу сказать, что никогда Ну типа не брать я никогда не скажу Но я скажу плюсы и минусы А тренер пускай сам выбирает Я всегда говорю правду Я не буду накручивать Я скажу, что хорошо, что плохо Слушайте, мы попали во всех Да, браво Многие бренды ушли из России Как вы одеваетесь? Потому что вы говорили О Гуччи Некоторые думают, что дорогие вещи Это понты И я заработал каждую копейку Ладно, Нобель Ну Я сидел Да было, было Было такое Я пришел на игру Это цитата Я сидел в ложе Это последний матч Когда я был Три года назад Я пришел Я шел в майке Что-то в машине лежала кофта Я ее накинул Было холодно Я думал, что ложу не показывают Здесь Сергей Николаевич Ну, Радаревич, ну супер Гуччи, супер Что вы оправдываетесь? Гуччи Мне не нравится, честно Именно Гуччи Но в целом крутая Сейчас такой дух Астона Урунова У нас появился Да, но в целом Крутая компания Многим подходит Мне не подходит Вам подходит Ну, это нормально В чем вопрос? Как вы одеваетесь? Когда-то бренды ушли Бренды ушли Многие Я в Баку живу Там все есть? Есть мультон? Все, что хочешь Если надо привезти Мурат А где больше сильных людей? В Азербайджане или в России? Ну, когда ты работаешь в футболе Конечно, в России В России приходишь В раздевалку Краснодара Как на показ мод То есть там все бренды Все часы, машины Все, что А давайте кто лучше всех одевался В Краснодаре И хуже всех одевался в Краснодаре Да, они все хорошо одевались У них все хорошие вкусы Ну, вот вещь, которую Вы же обещали говорить честно Да, правду Кого ты же футболиста? Эту кофту Гуччи увидел у Берга А, у Берга Ну, плюс-минус ровесники Он шел в этой кофте И потом я зашел Там была распродажа И я себе взял И вся страна потом увидела Хорошая реклама У меня все нормально Ну, то есть вы правду говорить не будете Кто лучше всех одевался И кто хуже всех Да, они правда все хорошо одевали Я не вспомню сейчас Юра Газинский всегда очень модный был Он выглажен У него хороший подбор одежды Трудно Мартынович Не знаю Просто каждому свой стиль Бразильцы одевались Там Ария одевался более ярко Там Рамирес Да, и там Все вот эти большие кроссовки Разноцветные майки У каждого свой стиль был Но все они были одеты В хорошие там бренды Это было дорого И богато И богато, да Когда камера была в раздевалке Для вас это был дискомфорт? Нет, наверное нет Я понимал, что Это историческое событие Внутри клуба И я понимал, что болельщикам Это интересно Как это все происходит И тем более они попали в очень сложное время Когда это ковид Не хватает футболистов Я не был против Я думал, что получится интересно Они много еще не показали Чего такого там яркого Но в целом получилось хорошо И все увидели Как мы живем Как готовимся А вам приходилось себя В чем-то сдерживать? Или вы забывали вообще о том, что там есть камера? Ну, потом я уже привык к ним Один раз, помню Выгнал оператора Там что-то он стал в телефоне отвечать на смс И там теория была Мы разбор игры, что ли, делали Я говорю Как ты сидишь здесь с телефоном Мы работаем Не, мне очень понравилось Олсен, ты видишь себя в этом списке? Да Ты себя в этом списке Тебя здесь нет Почему ты пошел бить штрафной? Ну, это такая чистая встречающаяся история А на тот момент на поле был Спиртян И он тогда был еще маленький Но он на фланге играл Да, не важно Он же мог это штрафной пробить И забить Да А он же там, по-моему, тайм отыграл Да, да А там еще Ну, хорошо, чем фильм хорошо Что после матча, не помню Кто-то там в студии был И они говорят, что Краснодар, типа, испугался 2-0 ввел И, наверное, тренер сказал Что играйте от обороны А там в перерыве я говорю Что мы не играем Счет 2-1 Мы идем вперед Нам нужно забить третий То есть мы не играем от обороны Это будет наша самая большая ошибка Если мы будем сохранять счет И то есть И вот такие вещи Которые там кто-то сидит В студии, на диване И комментирует И потом ты показываешь И они видят, что ты не хотел Играть трусливо Ну, просто, да Они нас поджали даже в десятерон Вы стали, когда узнаваемым В Краснодаре Когда вы стали главным тренером Краснодара Как-то изменился Круг общения или Нет, круг общения Вообще не изменился И Ну, изменилось то, что на улице Это некомфортно Да, ты выходишь И везде все на тебя смотрят Подходят Фотографируются Здороваются Прям ты вздохнуть не можешь А какие-нибудь плюсы Это дало там В МФЦ без очереди Да, дало Даже вот сейчас я приехал У меня права закончились И я приехал из Баку Пришел в этот самый Там очередь такая И вышел парень О, Мурат Олегович Здрасте Все Заходите Сфотографировал Через 2 минуты Говорит Единственное Только может для сына С вами сфоткаться Ну, такие моменты Много выручают А вот скажете Вы всю жизнь В паспортном столе Там паспорт получают То есть приходишь Там тоже без очереди Все, дали тебе В этом плане до сих пор Иногда Краснодар Лучший город Да Все работает Но он стал более футбольным Вы там всю жизнь прожили Сейчас я не могу сказать Я очень мало там находился Я хочу на ближайший матч Краснодара пойти Посмотреть Трудно сказать Он всегда был футбольный Южный город Понятно Мне кажется Учитывая клуб Учитывая стадион Атмосферу Мне кажется Может такой пик Сейчас переживает Город Наверное, да Я просто не погружен Я далеко сейчас От Краснодара был Все это время Ну, я думаю, да Команда на первом месте Должна быть Крутая поддержка Вот сейчас посмотрим А как вы пойдете на стадион? У вас фан-айди есть? Ну, кроме Гуччи Кроме Гуччи Кроме Гуччи Да, нет Во что вы одеты Мы более-менее понимаем Да, да Тут все нормально Вы позвоните Нет, я не буду никому звонить Я уже купил билет Сделал себе фан-айди Поэтому пойду просто Могу позвонить Я знаю, что Единственное, пропуск Попрошу для машины Уже тоже обещали сделать А билеты дорогие сейчас На футбол в Краснодаре? Ну, вот на эту лучшую трибуну 3,700 Ого О, прилично Это прямо рядом с ложей президента? Да, в той части За скамейкой тренера Это с едой Со всеми донами, да? Мурат Олегович Вот если бы вас позвали В футбольный клуб Кубани Вы бы пошли? Думаю, нет Я думаю, меня не позвали бы И я, наверное, не пошел бы Но это все равно К чему-то неуверенно Вы говорите Да Но смотрите Футбол Вы ставите красивый Яркий, атакующий Есть противостояние Я не знаю Обида у вас есть на Краснодар? Что где-то что-то не получилось? Нет, у меня нет У меня только благодарность Краснодару Мне дали шансы И может быть кто-то Мог бы лучше воспользоваться Но я думаю, что я максимум выжил Из тех возможностей, что у меня были Вы допускаете, что вы еще Вы молодой тренер Еще вернетесь в клуб Как главный тренер клуба Краснодара? Да, допускаю Я думаю, что это возможно Если я буду им нужен Вы допускали, что можете вернуться в Краснодар Но вы думали, что это может произойти так скоро? Конечно нет Я не ожидал, что через две недели После того, как я приду к вам в гости Я стану главным тренером И если бы я это знал Наверное, я бы не шел на передачу А уже приехал к вам летом И сейчас такой необычный формат получился Что я думаю, что еще у вас таких не было выпусков Абсолютно А правильно я понимаю, что если вы говорите Что можете прийти к нам летом Вы можете прийти к нам летом? Я могу прийти, но пока не обещаю ничего Это правильно Вы не обещаете никому Испрессы вообще ничего сейчас И так свели общение к минимуму И вот в нашей беседе тоже Достаточно много ограничений А почему? Почему такая позиция? Денис, это решение было достаточно сложным Краснодар – это мой клуб Это мой город И впереди большая работа И сейчас нужно больше работать, чем говорить Я отдам все свои силы, все свои знания Для того, чтобы болельщики руководства клуба были счастливы И сейчас, повторюсь, надо меньше разговаривать А больше работать В более спокойное время Возможно, летом мы с вами обязательно поговорим И обсудим все, что вас интересует С Кубанией, я думаю, что, наверное, нет Я еще даже Была бы красивая история Почему? Мы когда даже под детям играли С Кубанией И это такие всегда были там супердерби С заруба, там, с драками Приходили болельщики Один раз, помню, пришли Мы играли с 97-м годом еще Я был там тренером Там был Фомин, Гагличидзе Воробьев тогда тоже был там И мы 1-0 или 2-0 выиграли на интернате Там пришли болельщики Один кто-то забил гол Побежал к болельщикам Кубани Показал им там этот флаг Они нам не давали выйти Там уже родители все Пришли, директор там Кубани И я уже подошел к ним Они говорят Вы нам там пооскорбили нас Я говорю, ну это дети Что вы хотите? В общем, мы ели кое-как уехали А ответная игра была на Академии Шли болельщики Краснодара Ну какие-то люди, не знаю Там бухгалтера Ну обычные, безобидные Их так побили сильно возле Академии Краснодара Побили прям? Да, те пришли там Ну то есть даже на уровне детей Это было такое прям Противостояние То есть наши матчи с Кубани Во всех возрастах Это была прям война И хотя у меня с Кубани Ну с тренерами там были Хорошие отношения всегда Но я думаю, что это Наверное невозможно Зато у нас возможно Сегодня продолжение Вечера А оно простое Лига плохих футбольных шуток Брат Алексеевич, сегодня Ваш оппонент Очень серьезный джентльмен Я считаю, что это привилегия Сразиться в этом соревновании С Константином Михайловичем Геничевым Давайте я буду представлять Кубань Давай, ты сегодня будешь Кубань Кубаной Кубаной Несмотря вот на то, что у меня Браслет Краснодарский Мурат Олегович Давайте я начну Давайте Хорошо Что общего у Мурата Мусаева И Александра Цикала Много времени и сил Отдали Академии Красиво Да Хорошо, моя Почему Григориан расстроился Уходу Клопа И Хави в конце сезона Он занят на Матч ТВ Искать работу будет еще чуть-чуть сложнее Что изменится для промеса В российской премьер-лиге Уже смешно Да Ему теперь нельзя играть С Динамо Как Валерий Карпин В школе на уроках алгебры Называл ось абсцисс Ну Ну икс Так Как перевести на английский язык Фразу Ты точно не сядешь I promise you Где хорошо Хранится залог Будущих побед Спартака Где-то в Угальде В чем главное отличие Мусаева от Слуцкого Он не может долг без работы Слуцкий же у вас работал Что постоянно видит и Владимир Федотов на тренировках и Макс Ферстаппин в зеркале Кругового Кто от Бразилии поедет на летние Олимпийские игры по футболу Зенит Зенит Рио-де-Жанейро Кто больше всех удивился первой победе Леонида Слуцкого Сам Слуцкий Политологи Как Кельян Баппе называет Реал Френд-зона Что сказал Денис Казанский жене, когда появился в спальне в костюме робота? Вечерний Тома Милович Это игры будущего Добрый вечер Почему теперь на стадион будет ограничение на вход зрителей 18 плюс? Потому что судьи будут объявлять решение ВАР голосом Почему сегодня нет Шнякина? Придет, расскажет Что говорят блохи, когда карабкаются по Юргену Клопу? Какой же Клоп крутой Роман, вы готовы? Нет Зачем Гуцайт снял проститутку на час? Так мало? Хочет 58 минут спокойно отдохнуть от всего Жесткие шутки Нормально, жди 59 Что сказал Леонид Слуцкий, когда ему пришла зарплата в юанях? Ну так нельзя Что общего у охранника Дани Алвиса и Константина Генича на съемках Комин-шоу? Очень часто смотрят в камеру Суки Просто суки Зачем Тарасов пытается вывести на отдых в Египет мощи святого Пантелеймона? Хочет на солнце косточки погреть Жестко Что сказал Генич, когда прилетел в Дубай? Это Босния Что общего у Мурада Мусаева и жителей Балашихи в понедельник утром? Легко добираются до Москвы 13 часов Почему Зенит не будет отмечать чемпионство в 2053 году? Потому что 40 лет не отмечают Мурат Олегович, вам огромное спасибо, что пришли к нам в гости Приехали Такой путь преодолели Вы, наверное, тот человек, который добирался до нас дольше, чем любой другой гость Ну, скорее всего, да Ну, если бы я полетел на самолете и на поезде, я быстрее бы не приехал Какие-то по дороге у вас были истории? Может быть, вспомните вкусную шаурму, шашлыки, где-то Астана Это же романтика, южная дорога Смотрели разговор мужчин, когда они ехали в Одессу? Да, давно уже Заезжали ли вы в Бельяшки? Или вам нельзя? Нет, я честно, я боюсь эти все закусочные на дороге Я понимаю, что я могу не доехать потом Не дойти к вам И поэтому моя родственница нам собрала контейнеры Фольгу Да, сделала бутерброды Красиво Вы не только классный тренер Я в этом вообще не занимаюсь И вот результаты Сабаха И что вы рассказали Свидетельствует этому И как вы работали в Краснодаре Но я вам рекомендую Пока вы без работы Я надеюсь, вы как можно скорее ее найдете Попробуйте себя в качестве эксперта футбольного Мне кажется, у вас блестяще получится Обсудим с вами это после Да, это легко А мы вам желаем все-таки не попасть в телевизионный эфир А попасть сразу на тренерскую скаминь Причем команда РПЛ Там не задерживаться Я думаю, что ваш уровень именно РПЛ Хорошая команда Румынская премьерная С борьбой за высокие места Спасибо Значит, подытоживаем До лета вы в ОК работаете Легом команды РПЛ Все Мурат Масаев Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому